Прокофьев часто встречал непонимание и даже яростное отрицание себя и своего творчества, но он все же находил людей, которые могли оценить масштаб и направленность его дарования. Жажда работы всегда оставалась характерной чертой Прокофьева. Он не мог представить себе ни одного дня без работы и всегда сохранял увлеченность. Трудолюбие и высокое чувство ответственности, привитые родителями еще в детстве, помогли ему создать огромное количество разнообразных произведений. К этому надо добавить и стремление к рационализации творческого процесса и к экономии каждого часа для работы. У Прокофьева постоянно возникали трудности с соседями, которых беспокоила фортепианная игра Сергея Сергеевича. Было много эпизодов. Лина Прокофьева как-то рассказывала об одном из таких происшествий. Так управляющий домом категорически потребовал прекратить игру на фортепиано. Прокофьев ему ответил так, цитирую. «Хорошо, вы не хотите слушать эту музыку, но я имею право делать у себя, что хочу, и вместо музыки буду сколачивать ящики». И действительно, поставив ящик на пол, он стал колотить покрышки ящика молотком. Этим дело кончилось. Соседи, очевидно, махнули рукой и примирились. Как вспоминала его жена Лина, цитирую, «Работоспособность Сергея Сергеевича была удивительной. Он относился к творческому труду как к чему-то постоянному и необходимому. Свои крупные произведения Сергей Сергеевич обычно обдумывал и сочинял летом, когда мы жили за городом, у моря или в горах. Когда мы жили за городом, Сергей Сергеевич с утра отправлялся на небольшую прогулку. Как он говорил, проветриться и кое-что обдумать. Затем он работал почти до самого обеда, перед которым снова шел на прогулку, иногда со мной. После обеда Сергей Сергеевич ложился немного отдохнуть. Он это называл прикорнуть. И во второй половине дня занимался оркестровкой либо корректурой. Он мог оркестровать по 18 страниц в день. Но Прокофьев умел и отдыхать. В 1928 году он приобрел автомобиль и совершил много интересных поездок с семьей и друзьями. Об этом можно прочитать на страницах воспоминаний Лины Прокофьевой. Цитирую. Благодаря машине нам удалось хорошо ознакомиться с Францией, которую мы изъездили вдоль и поперек. Сергей Сергеевич любил заранее составлять маршруты. Совсем как в детстве, по железнодорожному расписанию. И рассчитывать точно, когда мы прибудем в определенное место. Часто с нами ездили друзья из Советского Союза. Например, летом 1928 года – Сафраницкий. Позже – Мейрхольд, Афиногенов и другие. Наступил 1948 год. 10 февраля было опубликовано постановление ЦК ВКПБ об опере «Великая дружба». Оно содержало критические замечания в сторону видных советских композиторов, причисленных к формалистическому направлению. Среди них был назван и Прокофьев. Ему пришлось выслушать много критических замечаний, которые не были объективными и справедливыми. После, в этом году, у Прокофьева случился инсульт. Он стал жить на даче, так как ему нужен был прежде всего покой и свежий воздух. Все медицинское обслуживание было предоставлено на самом высоком уровне. Ему категорически запретили занятия композицией и даже слушание собственной музыки по радио. Только один врач сказал, что нельзя художнику запрещать творить. Все равно музыка будет жить в его душе, и невозможность ее зафиксировать только будет ухудшать его психическое состояние. Она сказала, цитирую, «Дайте ему прожить меньше, но так, как он хочет». Все же вначале Прокофьева изолировали от всего музыкального мира и лишь постепенно разрешили заниматься композицией не более двух часов в день. Прийти в прежнюю форму психическую и физическую Прокофьев после инсульта уже не смог. Мира, его вторая жена, за ним ухаживала. Между тем, уже с 1948 года его первая жена Алина Ивановна находилась в Пермском исправительном лагере, куда угодила после изнурительных допросов в Лефортовской тюрьме. Каторжная работа там от заключенных не требовалась, но их заставляли выполнять бессмысленную работу, вроде охраны отхожих ям или перетаскивания тяжелых предметов с места на место на морозе. Но даже в лагере Прокофьев оставался центром ее существования. Вот цитата из письма сыну Святославу от 31 октября 1949 года. Цитирую. «Папина болезнь меня очень огорчила. Правда, я это почему-то предчувствовала. Часто видела его во сне, слышала его голос и так далее. Должно быть, он тоже меня вспоминал. Крепко его обними от меня. Дай бог, чтобы он вовремя успел дооркестровать каменный цветок для Большого театра. Но только не переутомился бы, чтобы не было ухудшения, ведь пережидая им, не шутка». Лина Ивановна была освобождена только в 1956 году, но с Прокофьевым они так и не встретились. 5 марта 1953 года Прокофьев скончался. Весть о случившемся разнеслась по городу. Но именно в этот день также было объявлено и о смерти Сталина. Того, кто свел в могилу ближайших друзей Прокофьева и миллионы его соотечественников. По приказу, кого была посажена в лагерь и мать его детей, Лина, а их общая квартира была разгромлена. И хотя советские радио и газеты хранили упорное молчание о кончине Прокофьева, ведь все время и место были отведены трауру по вождю, коллеги, друзья и близкие, даже те, кто находился далеко от Москвы, узнали о произошедшем моментально. Так Святослав Рихтер, вызванный на похороны Сталина, летел транспортным самолетом, набитым погребальными венками из Тбилиси в столицу. Из-за начавшегося снегопада рейс сделал посадку в аэропорту Сухуми, и именно здесь Рихтеру и рассказали о смерти Прокофьева. После он вспоминал, цитирую, «Небывалый снег сыпал на черные пальмы и черное море. Было жутко. Я думал о Прокофьеве, но не сокрушался. Я думал, ведь не сокрушаюсь же я от того, что умер Гайден или Андрей Рублев. Прокофьев же при жизни как-то сказал Рихтеру, что отныне спокоен за будущее своих сочинений, потому что нашелся равный по таланту исполнитель. Ставьте лайки, если информация оказалась для вас полезной и интересной. Подписывайтесь на мой канал, смотрите другие мои видео. Всем пока! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok